МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости 24 часа в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту чрезвычайного происшествия на Скидельском сахарном комбинате. Этой ночью в одном из цехов предприятия прогремел взрыв. Пострадали пять сотрудниц. С ожогами разной степени тяжести они госпитализированы и находятся в реанимации. Возгорания после взрыва не было, однако стены и помещения частично деформированы. Повреждены также окна и двери. Работы в цеху в данное время приостановлены. На месте происшествия продолжают работать эксперты и следователи. Мы связались по телефону с официальным представителем управления Следственного комитета по Гродницкой области Сергеем Шершеневичем. У него вся последняя информация. По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. В целях установления обстоятельств произошедшего, в том числе причин, допрашиваются руководители предприятия. И изъята документация по охране труда и технике безопасности. А также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пыли-воздушной смеси. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших работниц. Планируется проведение ряда специальных и технических экспертиз. Мы следим за развитием событий. Новая информация в наших следующих выпусках. Чрезвычайное происшествие на юго-востоке Китая. В гостинице произошел сильный пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли около 10 человек. Как минимум 15 пострадали. Точные причины пожара пока не установлены. В отеле в это время проводились ремонтные работы. Скорее всего, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Полиция начала расследование. Задержаны уже несколько человек. Крупный теракт на западе Сирии. В городе Хомс боевики напали на военный штаб. Террористы попытались проникнуть в здание. После этого между силовиками и злоумышленниками завязалась перестрелка. В ходе нападения смертники взорвали пояса шахидов. По последним данным, жертвами атаки стали более 40 человек. Среди них много мирных жителей. Несколько десятков пострадали. Серьезными ранениями они доставлены в больницу. Прямые телефонные линии сегодня вновь прошли во всех регионах страны. На связь вышли представители областных и районных исполкомов. Большинство обращений частного характера. Они связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства. Но есть и локальные вопросы. Ранее на горячую линию Миноболсполком обратился борисовчанин Михаил Ковалевский. И рассказал о проблеме, волнующей жителей сразу нескольких деревень. И сейчас в Борисовском районе завершается восстановление песчаного кавьера. В основном сегодня обращаются люди пенсионного возраста. И вопросы как-то почему-то частного порядка. Вопросы ЖКХ приоритетные и дороги. Это основные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют людей. Началась весна реальная. Люди видят, что на сегодняшний день с дорогами, особенно там, где проходили у нас ураган, где есть на самом деле проблемы, дороги разбиты. И на самом деле надо решать на областном уровне и даже на республиканском. За три часа на прямую линию Миноболсполкома поступило около 25 звонков. Каждое обращение рассматривают в оперативном порядке. К слову, за время такого диалога чиновников с белорусами, тысячи людей не остались один на один со своими проблемами. Минская лыжня сегодня вновь собрала любителей здорового образа жизни. Спортивный марафон проходит на городской лыжероллерной трассе в Веснянке. Первыми на старт эстафетной гонки вышли команды облсполкомов и Мингоросполкома. Свои силы попробуют также представители силовых министерств ведомств. Впрочем, на лыжи сегодня стали обычные горожане и иностранные гости. Участие в соревнованиях принимают также сотрудники нашего телеканала. В эти минуты на трассе кипит нешуточная борьба. Самых выносливых на финише ждут медали. Но главный приз лыжного кросса, пожалуй, хорошее настроение, которое сегодня обеспечено каждому, кто пришел поучаствовать или поболеть. Каждый год на лыжах бежал полумарафон. Здесь вот пять каме бежали. День города Минска. Фотографии у меня даже есть. Это самая оздоровительная физкультура зимой. Свежий воздух, лыжня. Мы очень хорошо работаем над привлечением различного рода спортивных соревнований в нашу страну. Это очень важно. И очень, наверное, продвинулись в создании для наших людей, для белорусов, вот таких хороших, красивых, ярких праздников. Куда сегодня, вы видите, никто никого не загоняет. Люди записываются через интернет. Приходят, улыбки, здоровье. Хорошее такое, знаете, настроение, атмосферу все это создает. Для участников и гостей праздника организована выездная торговля. Подготовлена и большая развлекательная программа. Рыцарские бои, викторины и даже катание на тройке лошадей. Скучать не придется. Уникальная рецептура и необычные начинки. Белорусы отмечают Масленицу. По традиции, самый веселый и сытный праздник. Народные гуляния проходят по всей стране. В Минске центром блинного застолья стала площадка у Дворца спорта. Сколько видов блинов представлено на ярмарке, не берутся сказать даже организаторы. Блины пшеничные, гречишные, ржаные и картофельные. Отведать можно и блюда белорусской национальной кухни. Кроме того, атмосферу народного праздника дополняют выступления фольклорных ансаблей и интерактивные конкурсы. Бегали, все выбирали, где повкуснее, но... Да, решили здесь, потому что любим блины с сыром. А так все здорово, весело, песни танцуем, поем. Мы с твоей семьей практически каждый год приезжаем в город, чтобы встретить этот праздник. Ну, покупаем блины, пироги и угощаемся. Ждем, когда наступит уже весна, уже хочется тепла. Вот сегодня как раз солнышко вылезло из-за тучек. Это всегда такой радостный праздник в ожидании весны. Мы всегда любим этот праздник и приходим на такие праздничные гуляния, где можно повеселиться, отведать блинов с разными начинками. Кулинарными изысками удивляют повара столичных магазинов, ресторанов и кафе. Отведать угощения Минской Масленицы можно будет весь день. Площадка работает до восьми вечера. И последнее. В Бразилии стартовал самый известный в мире карнавал. На пять дней Рио-де-Жанейро погрузится в атмосферу безудержного веселья. Накануне поздно вечером в городе прошла церемония открытия, на которой ключ от Рио передали королю карнавала Мома. Каждый год на эту роль претендуют десятки человек. Организаторы даже проводят специальный кастинг. А вот новому мэру Рио-де-Жанейро самый известный в мире карнавал, как ни странный, не по душе. Городоначальник не пришел на его открытие. Несмотря на это, праздник продолжается. Уже сегодня 12 школ самбы начнут бороться за звание победителя карнавала. И это все, что мы успеваем рассказать к этому часу. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. О развитии событий в 16.30. До встречи. Продолжение следует...